«Я тебя разлюбил», — сказал муж и посмотрел в сторону. «Ничего не поделаешь. Я же предупреждал тебя, что я человек сложный». «Когда предупреждал?» — спросила Надежда. В голове было пусто, на душе тоже пусто. Так пусто, что она цеплялась к словам, придумывала вопросы, чтобы не сидеть в пустоте. «Еще давно», — энергично произнес муж и сморщился. Ему тягостно была сцена прощания, и хотелось, чтобы она поскорее закончилась. «Желательно, без потерь. Помнишь, я говорил тебе, что со мной очень сложно, я быстро устаю от жизни с одним человеком, начинаю скучать. Помнишь?» Надежда пожала плечами. Возможно, он и говорил, но она ничего такого не помнила, конечно. А может, и не слышала вовсе. Она была в него влюблена, а когда человек влюблен, его трудно напугать тем, что объект его вселенской, неземной, единственной в мире любви быстро устает или начинает скучать. «Какая разница, начинает или нет? Уж со мной-то точно не заскучает. Ведь такой вселенской, неземной, единственной в мире любви не было ни у кого с момента сотворения мира». Они помолчали, сидя по разные стороны дивана и глядя друг на друга. «Он же мой», — думала Надежда. «Он мой. И вот и царапина на руке моя. Он ободрался, когда на прошлой неделе я его попросила на участке у мамы наломать сирени. Он наломал, но поцарапался. И мы вместе заклеивали руку пластырем, чтобы было не так заметно. И кружка, из которой он пьет чай, тоже моя. Белая кружка с красным сердцем и надписью «Я люблю Калифорнию», которую я привезла из этой самой Калифорнии. «Он кружку обожает?» И рубашка моя. Я ее покупала к лету на распродаже и страшно гордилась собой, что удалось так ловко сэкономить почти вдвое. И глаза, которые я люблю смотреть, очень темные, черные почти. Ни у кого на свете я больше не видела таких темных глаз. И длинные ресницы, и смешная ямочка на однощике. Все мое. Или уже не мое? «Ты кого-нибудь встретил?» Вдруг спросила Надежда. «Нельзя так спрашивать. Она прекрасно это знает. И во всех книгах по психологии написано, что нельзя спрашивать мужчину о его личной жизни и нельзя задерживать его, когда он уходит. Нельзя. Потому что можно утратить чувство собственного достоинства. Кажется, согласно этим книгам, можно спросить о его планах относительно раздела имущества. Можно, но немыслимо. Потому что раздел имущества — это конец, точка, финишная ленточка, забежав за которую ничего не остается, только упасть замертво. И еще гордость. Да, да. У меня же есть гордость. Но что с ней делать, когда он бросает меня и вот-вот бросит навсегда? Да никого я и не встретил, — сказал он с досадой. Видимо, не следует спрашивать мужчину о его личной жизни. Так же нельзя препятствовать ему, когда он вознамерился уйти, ибо все равно уйдет, но гордость может пострадать. А если не встретил, то почему ты уходишь? Произнесла Надежда страшным шепотом и прижала кулаки к сухим глазам. Зачем? Ну вот, — пробормотал муж. Началось. Нет, 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 — забормотала Надежда. Отняла руки от глаз и поморгала, чтобы он видел, что она не плачет, и посмотрела умоляющим собачьим взглядом. Не бросай меня, а? Ну, пожалуйста. Ну, разлюбил. Так хоть пожалей меня. Вот прямо сейчас возьми и пожалей, как жалел всегда, если я температурила или ушибала палец. Ты брал меня за руку, словал в ладонь, шептал какие-то глупые слова и становилось не больно и не страшно. А сейчас ты раздражаешься от того, что мне больно из-за тебя. И тебе хочется на свободу, и совсем не хочется страдать, и уж тем более разделять мои страдания. Я же вижу. Я столько лет тебя знаю. Мне скучно, — сказал он решительно. Он все время говорил решительно, наверное, потому что долго готовился к разговору. Тебя никогда нет дома, а я должен тебя ждать. Мне неинтересно с твоей тусовкой, а больше ты никуда не ходишь, потому что ты все время на своей гребаной работе. Давай ходить! Пылкой страстно крикнула Надежда. Давай, я согласна! Поздно, — сказал муж. Я тебя все-таки разлюбил, Надь. Ты понимаешь? И тут она поняла. Он никогда в жизни не называл ее Надей. Только Надюха или Надежда? Надя — персонаж из другой жизни, в который они сейчас, должно быть, только вступали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!